Вскоре нас, артиллеристов, в город Ливна перевели. Мы там несколько время отдохнули. Помню, называлась Ямская Слобода. Мы там в тёплых помещениях и в бане помылись, и переоделись, и отоспались. И 23 января нас вывели на исходный рубеж для наступления. Собирались совершить прорыв немецкой обороны и перейти в зимнее наступление. 23-го мы разместились буквально в километре от передовой в каком-то овраге в снегу. Трое суток лежали в снежных ровиках, укрывались от холода плащ палатками. А 26 января 1943 года, после залпа «Катюш» и нашей артподготовки, мы двинулись в наступление. Мы толкали свои пушки. Пехота поднялась в атаку, и мы вслед за пехотой, буквально в 250 метрах от неё, толкали свои пушки стволом вперёд. И хоть они были на самодельных лыжах, но снег был по колено, очень трудно было. И мы подавляли огневые точки противника, били по амбразурам дзотов, уничтожали вражеские огневые точки, пулемётные точки. И бой длился целый день. Очень много наших людей погибло, потому что, понятно, обороняющиеся сидят в окопах, в дотах, дзотах, а мы-то идём в полный рост. И вот там, это был мой первый бой в наступлении, мне так страшно было, когда около меня и справа, и слева падали раненые, убитые, пули свистели совсем рядом. Мне так страшно стало. Я встал в полный рост между двумя пушками и командовал. И думал, как бы скорее меня убило, до того страшно было. Я уже раньше рассказывал и писал, подбежал ко мне комиссар, схватил меня за воротник, швырнул в снег, опругал, и его слова самые главные запомнил. Я говорю, ты что, хочешь, чтобы тебя убило? Он как будто мои мысли прочитал. А кто родину от фашистов будет, освобождай. И мат, мат был такой сплошной. И в результате я как-то немножко стал приходить в себя. И уже дальше командовал орудием, как полагается, командиру. И к вечеру прорвали немецкую оборону и двинулись вперед. И ночью мы освободили районный центр, село Волова. И вот это готищи, где мы были, Воловского района.